Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. За окном у нас 19 марта. Погода, как видите, супер солнечная, супер яркая, и я бы даже сказал тепленькая. И сегодня, во вторник, я хочу выбраться на небольшой рынок. Он меньше по размерам, чем обычно, на который мы с вами приходим, смотрим цены. Но он просто на пути моего следования на одну из интереснейших локаций. Поэтому сегодня мы туда заскочим, посмотрим, сравним цены. Это Днепровский район, это Левый берег. Прежде чем мы туда дойдем, я хочу всех вас до единого поблагодарить за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы реагируете, за то, что вы взаимодействуете с ними. Как? Ну, это все просто. Лайк, палец вверх, комментарий и подписка. Потому что это важно, в первую очередь, для меня. Пока мы с вами идем до этого рынка, я хочу пройти через, можно так сказать, парк, не парк, Аврора. Его относительно недавно отреконструировали. Летом тут просто супер атмосфера. Летом тут есть даже сухие фонтаны, кто знает, молодцы. Кто не знает, сухой фонтан, это фонтан, который вровень с землей установлен. И по нему могут бегать дети, прыгать, плескаться. Просто из пола, можно так сказать, бьет вода. Друзья, если вы еще не видели, обязательно посмотрите. Напоминаю вам, что на канале вышло новое видео с житнего рынка. Это Киев, это Подол, это самый старый рынок, ему более короче. И не буду считать, скажу просто, что это один из самых старейших рынков с вполне вменяемыми адекватными ценами. Потому что, когда я туда ехал, я думал, что цены там порядка бессарабки. Оказалось, цены нет. С точностью до наоборот, и даже на некоторые позиции цены меня тоже удивили. Вот там вот спереди как раз и находится вот этот вот сухой фонтан. Мы сейчас через него пройдем. И уйдем вот туда вот влево. Там у нас начало этого рынка. Погода держится, вот если смотреть на термометр, около 6-8 градусов. Иногда достигает 10 градусов. Чувствуется погода намного теплее. То есть, если это, грубо говоря, как сейчас, например, 8 градусов тепла, то по факту это, ну, на все, наверное, 12. То есть, видите, некоторые люди сидят даже без шапок. Некоторые люди в шапках. Но, как говорят, наибольшее заболевание – это весной. Мы с вами проходим вот такую вот интереснейшую церковь. Прямо как на фотографию можно делать прям скриншот, распечатывать и ставить в рамочку. Это церковь адвентистов седьмого дня. Левобережный духовный центр. Абсолютно ничего про нее не знаю, но знаю, что она очень симпатичная, очень красивая. Я снимаю видео, взаимодействуя с вами. То есть, если вам интересен какой-то срез цен, срез продукции, срез товара, срез магазина, то вы можете об этом легко и просто сказать. В одном из прошлых видео один из вас сказал, что интересует больше цены на готовую продукцию, на мясную готовую продукцию. Окей. Сказано, сделано. А сейчас мы с вами как раз и посмотрим, и уделим акцент на мясную готовую продукцию. Кроме этого, нас интересует, как обычно, мясо, сало, яйца, овощи. Ну, овощи плюс-минус. Они плюс-минус одинаково стоят. Поэтому тут каких-то глобальных изменений я не думаю, что мы увидим. И рыбка. Все остальное. Возможно, что-то будет новое. Потому что на этой локации я доселе еще никогда не был. Это не ближний свет к моему дому. Но раз уж тут оказался, решил для вас заснять. За этим рынком, вон там вот вдалеке, если вы видите, виднеется за забором, эпицентр строительный, гипермаркет. Если силы останутся, забегу и туда. Я хочу там посмотреть тоже продукты. Кто бы подумал, что в эпицентре, в строительном гипермаркете тоже есть продукты. А такое бывает. Добрый день. А что это такое? Лук, да? Глодиолусы. А, это понял. Это сажать, да? Квиты. Понял, квиты. То дивлюсь, не могу понять, что это. Ого, это вы сами, или как это? Ну да, сама. А добывал, знаете, один раз вийшов, встромив оце, через годину повернулся, нема. Ані банки, не, ані, и все. И я думаю, да, ну его. Ну то конечно, если здесь біля кое-что нет, в лесу то можно там. А сколько это стоит? Это литр. 35-5 литра. Зрозумев, дякую. Сейчас это буду мать на увазе, дякую. 18 гривен картошечка у нас. Лук. Есть. И посмотрим, что у нас. Добрый день, ясала в Якутину. Да, это по 80. Вот это поворот. Я 150 и 200. Ага, дякую. А 80 это что с ним? Вот они свида. А, понял, понял. 150. Это свида, да? Ну, может вам, знаете, на блины сковородку смазывать. На 60 гривен. 80 гривен сало. Ничего себе. Так, тут у нас посмотрим рыбка у нас. Форель 550. Вомер 400. Добрый день. Тунец холодного копчения. Обычно покупаю скумбрию вот такую вот, типа скумбрию холодного копчения. Один раз купил горячего, что-то мне вообще не понравилось. Яблочки 20 гривен, морковька 16 гривен, картошка 20 гривен. На житнем рынке, кстати, вот для примера вам, картошка была 40 гривен, а морковка была, если я не ошибаюсь, 20 гривен. Яблоки на житнем рынке были 28 гривен. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот на таких рынках, вот такого формата, однодневные, а не именно однодневные. То есть люди приезжают где-то в 8 утра и уезжают где-то в 4 часа дня, когда уже темнеет. Вот на таких рынках, как видите, даже получается дешевле, чем на житнем рынке. Добрый день. А в какую цину ция ребра у вас? 310. 310. Зрозумев. А печенковая ковбаска? 150. 150 за килограмм. Зрозумев, дякую. Так, груша сушеная. Я в прошлый раз рассказывал, говорил о том, что я искал полкиева, обыскал эту грушу сушеную. Мне для узвары нужно было. В итоге я ее нашел где-то во Львове, заказал через доставку за 80 гривен, плюс, соответственно, доставка. А тут, берите, не хочу. Целая груша, четкая вообще. Это, если я не ошибаюсь, даже вяленая, да, вон, видите, на печи. То есть это не сушеная, а для узвара это еще лучше. Так, грецкий орех домашний 40. А это что у нас? Это колотость 170. Ну, 40 он так, в принципе, и стоит. Лещина 200 гривен килограмм. Ну, она так и стоит. Лещина, если кто живет в лесу, хотел сказать, в лесу, близко к лесу, то лещину можно даже собирать и самому. Так, тмин у нас 270. Горох зеленый 40. В прошлый раз для себя открыл не горох, а, как там называется, мука. И продавец рассказал интересное, что с этой муки можно очень легко и быстро, главное, делать гороховый суп. То есть вам не нужно ждать, пока разварится этот горох, пока там что-то с ним случится. Вы просто добавляете эту гороховую муку и все. Киви 75, мандарины 49, хурма 45. Киви, кстати, вот в магазинах киви, тут 75, в магазинах 100 гривен. Ну, я стараюсь покупать побольше, побольше такой киви, чтобы кожуру, когда срезаешь, чтобы было что есть. Добрый день. А в сало в Якутину у вас? Такие 500, такие 250, такие 100, такие 250. Так, а ошеек вы сказали? Не, нет, ошеек. Ой, 220. 220, ага. Дякую. 220 ошеек. Вполне как бы нормальная цена, то есть ничего в ней такого нету. Так, брокколи 135, перец рожевый 80, червоный 110, помидор черри 115. Вот, кстати, недавно уже в прошлом ролике, ссылочка в описании будет или во сплощей подсказочке, там мы видели с вами черри за сколько? Чуть ли не за 80 гривен. Так, что тут у нас? Тут у нас вино, вино Одесса, Болград. А в какую цину вино у вас? Тут за 180,5 литра. 180, ага. Пів литра, это 60. Ага. Пів литра, 60. А это вы сами делаете? Да, 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 да. Такий процесс, уже механизация уже є. Зрозумію. Дякую. 180,5 литра. 60. 160,5 литра. Ага, зрозумію яку. Так, яйца есть 30. Яйца вообще подешевели. Яйца были в прошлый раз 32 гривны, сейчас 30 гривен. Куда катиться рынок? С каждым днем все дешевле и дешевле. В магазине яйца 33. В прошлый раз на рынке яйца были 32, сейчас яйца 30. Так, чернослив 120, печерица 75. Что это? Бера, груша. Да, я это и не прочитал. Бера, 75, зрозумію. Цікавий, такие яблочки. Это тоже груша. А, это груша? Ничего, это первый раз. Сколько живу первый раз такую грушу в вашем? Так, а что у нас еще такого цікавого? 25 гривен, 20. 20. Ну, у вас такой ассортимент, я скажу, вы лучшую, я знаю. Бера, ноябрьская, 50 гривен. Ну, груши даже, можно сказать, дешевле, чем яблоки. Ну, совсем. Вот, кстати, интересно, никогда не видел такие груши киргизска. Смешная груша, как слива. Ну, чернослив осталось у людей 100 гривен, чернослив. Интересная, интересная груша. Такая смешная. Так, помыло, 45 гривен. 45 гривен розовая. Ну, для примера вам, для ориентации, помыло в магазине под 70. Ананас одна штука 70 гривен. Так, что у нас? Гранат 50 гривен. Перец 40 гривен. Хурма 30. Помидор 65 и 45. 45 помидор, ну, это почти даром. Даром, наверное, только это, когда вам будут доплачивать. Черри 115. Ну, подорожали немного цены. Что-то подешевело, что-то подорожало. А тут уже там помятые 15 гривен. Ну, 15 гривен. Если вам, допустим, да, куда-то в сковородку в виде соуса добавить и все равно их перетирать, то какая разница, по сути, что через за 15 гривен. Что просто томатный сок. Томатный сок, кетчуп, говорю. Тут у нас рыбка. Короб 95. Лимон 50. Апельсин 60. Мандарин 55. Ну, в целом, в целом цены снова такие. Я так вижу, что цены немного упали. Мне так кажется. Не знаю, поправьте меня, кто смотрел предыдущие ролики. Возможно, я чем-то что-то ошибаюсь. Грибы 49, 50. Закрываемый сезон. Хурма 19 гривен. А там даже есть хурма 20 гривен. Ну, хурму за 20 гривен, я более чем уверен, что точно нигде не найду. Ни в каком виде. Так, яблочко 19 гривен. Судя по ценникам, я узнаю, что это продавцы с нашего района. То есть, они кочуют каждый день, получается, каждый день недели. Сегодня они в одном месте района, завтра они в другом месте района. И вот так вот переезжают. То есть, по сути, каждый новый день они начинают с нового места. Так, тут у нас бучковые помидоры 69,70. Огурчики 85. Смешные такие названия. Огурчики хрумки ням-ням. Морква 69, селера морква за 100 грамм. Это что у нас такие? Это вешенки, это грибы такие. 20 гривен за 100 грамм. Пелюстки 69. Из всего вот этого, мне больше всего пелюстки нравятся. 69 гривен. Так, и даже есть у нас помидорчики острые. 16 гривен за 100 грамм. Ну, короче, посмотрите. Выбор огромнейший. Морковь 19 гривен. Капуста домашняя 16 гривен. Выбор есть. Вот из того, что я не вижу по сравнению с нашим рынком, у нас больше печенья, больше сладкого, больше всего остального. 20 гривен. Картошка, лук 20, вот есть картошка 10. Средства от тараканов, от моли. И мед. Ну, друзья, вот такие вот коротенькие рынки. Вот такой коротенький, буквально, наверное, 100 метров. Друзья, вот такое вот коротенькое видео у нас получилось. От длины привычного нашего обычного рынка, который проводится у меня недалеко. Тут, наверное, процентов 20 только. Тут я не увидел много печенюшек всяких. Ну, такое, в принципе, есть все. Начиная от овощей, мяса и заканчивая фруктами и овощами. Но из того, что есть у нас, тут нет печенья, тут нет каких-то сладостей, нет конфет. Был один прилавок там с небольшими какими-то торбами конфеты и шоколадок, печенюшек. Не всегда количество переходит в качество. Может быть, на меньшем пространстве более качественные продукты. А теперь небольшая интрига. Кто досмотрел до этого видео, обязательно поставьте палец вверх. Обязательно дайте коммент, как вам цены на 19 марта. А я вам приоткрою занавес, куда я еду сейчас дальше. Я еду в одно из самых старых кафе Киева. Наряду с киевской перепечкой это кафе появилось в 1946 году. 1946 год. Что, как, почему в следующем видео подписывайтесь и не пропустите. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok